Вы знаете как, уже более, наверное, пяти лет часто я работаю с онкопациентами. И существует множество теорий, изучающих онкопсихологию, мышление больных людей, их какие-то тревоги, состояние депрессии, еще что-то. Очень много изучается теорий, но оказалось для меня все очень просто. Любое заболевание, даже такое тяжелое, как рак, является всего лишь реакцией на что-то. Поэтому, используя методы регрессивной гипнотерапии, мы просто находим события, которые это запустило, ну и меняем его. Поэтому, на самом деле, все истории яркие, но я расскажу вам две или три, вот коротко прямо. Первое, мой друг, мой коллега, слушатель нашей школы, он попросил, чтобы я поработал с его мамой, потому что у нее обнаружили рак второй стадии, рак легких. И самое удивительное, что до этого, за полгода до этого, ей делали операцию по удалению матки, яичников, ну и других органов, потому что у нее был там определенный онкологический диагноз. И тут у рак легких, который медицина, ну, не очень успешно лечит, к сожалению или к счастью. И мы начинаем с ней работать, и в гипнозе мы находим четко момент, где ей озвучивают диагноз рака еще вот ее женских органов. И этот момент становится мощнейшим биологическим конфликтом или мощнейшим внушением, мощнейшим страхом. Казалось бы, можно сомневаться, прав я или не прав, но используя методы гипнотерапии, мы, оказываясь до этого события, страх, боль, тревога исчезают мгновенно. Всего лишь погружаясь в это событие, все симптомы включаются, в том числе отдышка вот эта вот, легочная, такое напряжение, оно очень присуще таким пациентам. И проведя терапию, у нее уменьшилась температура до нормы, она стала спать, и уже через два месяца, сдав снова анализы, сделали пункцию ей, поставили просто фиброз легких. Ну, то есть это уже доброкачественное новообразование, которое абсолютно безопасно. Вот это, наверное, для меня было такое, знаешь, первым открытием, ну и плюс помощь близкому, дорогому человеку. У меня тогда появилась надежда на помощь большому количеству людей, большому количеству человек. И, наверное, вот если говорить о самой-самой яркой терапии, это девочка пришла на терапию, ей было тогда 20 лет, и у нее была опухоль мозга, причем это глиобластома, которая классической медициной, но практически неизлечима. При этом ей уже делали химиотерапию, операцию, и она находилась на палеотивном уходе, то есть врачи отказались с ней работать во избежание побочных эффектов, ну или ухудшения ее состояния. И она приехала на терапию, и мы находим, что всего лишь там два года назад, то есть за год до диагноза, они переехали в Новый город, так как ее родители развелись. И это стало трагическим событием, мощнейшим событием, который запустил эту реакцию. Эта техника очень простая, мы шли за ощущением этой опухоли, шли за образом этой опухоли, и в какой-то момент она четко исчезает, а в какой-то появляется. Таким образом я для себя подтверждаю, что это то событие, которое запустило эту реакцию. Там мы это проработали, и что удивительно, через 3 месяца они делают МРТ, и опухоль уменьшилась на 20%. Это как бы чудо и парадокс. Врачи ее отправили еще на одно исследование, потому что такого не бывает, оно подтвердило. И вот прошло более, наверное, уже 3 или даже 3,5 лет, эта девочка вышла замуж, встречается, у нее все хорошо. Она абсолютно здорова, у нее всего лишь маленькая, ну как рубец, или маленькая спайка, или маленькая как остаток от данной опухоли. Ну потому что опухоль, это же механическая вещь, она не исчезнет. Важно, чтобы она уменьшалась и не было развивающей динамики. Это, наверное, такой случай, который показывает, насколько эффективна психосоматика и насколько много возможностей у совместной работы медицины и психосоматических терапевтов. Мы это скорее та передовая, то первое окно приема, где мы находим причину заболевания. И, конечно, медицинские специалисты тогда очень легко, комфортно могут дать возможность восстановиться этому пациенту. За это им большое спасибо.